В Ульяновском регионе проходит второй день голосования. Напомню, избиратели нашего края выбирают губернатора Ульяновской области, политическую партию и кандидатов в депутаты Государственной Думы. Активную жизненную позицию выражают те избиратели, кому небезразлична судьба и будущее родного региона. Исполняющий обязанности руководителя агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Светлана Дронова вспоминает, что любовь к выборам ей привили родители еще в раннем детстве. До незапамятных времен день голосования всегда встречали как праздник. На участках разворачивалась продуктовая ярмарка. Сегодня в условиях пандемии все развлекательные массовые мероприятия отменены. Однако такое положение не является причиной не посетить свой избирательный участок. Мы должны всегда сами делать свой выбор. Мы должны свой голос отдавать сознательно за будущее. И люди, которые сидят на диване, а потом говорят, что у нас все решено, я считаю, что вот за таких людей и решают. А если хочешь, чтобы ты решал сам, если тебе не все равно, как будет жить наша область, наша страна, должен пойти и об этом сказать, в бюллетенях сказать. Это будет правильно. Также свой избирательный участок посетила исполняющая обязанности министра семейной демографической политики и социального благополучия Наталья Исаева. На голосование Наталья Сергеевна пришла с двумя главными мужчинами своей жизни – сыном и супругом. Она считает, что только семейные ценности могут сохранить единство и взаимопонимание между людьми, как в своем домашнем очаге, так и в социуме. Традицию приходить всей семьей мы, конечно, сохраняем. Поэтому мы нашли время все вместе собраться, прийти и проголосовать. Тем более сын у нас, для него это первые выборы такие масштабные, глобальные. Нужно четко понимать, три бюллетеня, они большие. Нужно точно разбираться и понимать, за кого нужно голосовать. Потому что каждый голос очень важен, и сегодня мы выбираем свою будущую жизнь. Поэтому это очень серьезный и ответственный момент. Сын Натальи Исаевой Артем еще пару лет назад учился в лингвистической гимназии номер два. А сегодня родная Альма-Матер стала для него избирательным участком для голосования. У нас это традиция, как сказала мама, да? Я горд находиться рядом с ними, ходить вместе – это на самом деле очень здорово. Я очень рад, что я теперь могу принимать решение, сделать голос, так сказать. И тем более выбираем сейчас губернатора, я очень рад, что я могу принять решение. Огромную роль в проверке честности и легитимности хода голосования выполняют штабы общественных наблюдателей. Центр общественного наблюдения за выборами в Ульяновской области работает 24 часа в сутки на протяжении 17 по 19 сентября включительно. На таком огромном мониторе отображается деятельность многих избирательных участков региона в режиме онлайн. Как отмечает руководитель профильного центра Дмитрий Травкин, подобная система контроля впервые используется на выборах в нашем регионе. В первую очередь цифровая плазма помогает выявлять несущественные нарушения на определенных участках. К примеру, на картинках хорошо видно, где отсутствует разметка на полу для сохранения дистанцирования между избирателями или неправильно установлены кабины для голосования. Камеры были поставлены таким образом, что места, где должна обеспечиваться тайна голосования, не то чтобы открыто, но попадали, скажем так, в зону риска. И мы тоже в ручном режиме, в том числе взаимодействуя с председателем участкового, даже территориальных комиссий, договаривались о том, что прямо уже буквально с прямой телефонной связи из нашего центра, мы говорим коллеге, Google камеры необходимо поменять или по кабину для голосования необходимо переставить. Отмечу, что голосование проходит с 17 по 19 сентября включительно с 8 часов утра до 20 часов вечера. Отдать свой голос может любой гражданин России старше 18 лет.